Привет! В эфире весёлая музыкально-развлекательная программа «Утро с Киркоровым». Ой, тоска зелёная. Филипп. Сначала это было, ну, вроде бы оригинальное зрелище. Впервые на экране говорящий Киркоров. А сейчас идея из себя исчерпала. Хватит слов. Нужна страсть. Нужна интрига. Больше огня, Филипп. Понял, что я на миг... Ну, понял, понял. Сейчас будет. Сейчас будет страсть, будет интрига. В эфире музыкально-развлекательная, зазывательная программа под названием... Ну, вы просто никогда не догадаетесь. Ну, как тебе интрига? «Утро с Киркоровым». Ха-ха! Хватит тебе страсти, деточка, я надеюсь. Полный Шекспир на всю Данию. Но я не это имел в виду, деточка. Нам в программе нужен сериал. Мелодрама с продолжением. Теперь ты понял, зачем я так оделся? Будем играть в индийское кино. Там всегда полно страстей и интриг. А кто будешь ты? Это мы потом решим. Это универсальный костюм страстного индийского интригания. А по-моему, это костюм индийского чая. И у тебя в нем такая огромная квадратная пачка. Продолжаем программу «Утро с Киркоровым». Господи, да забудь ты уже про эту программу. Нет больше утра и не портит его Киркоров. Я написал сценарий сериала. Называется «Гаутама Филипп Харата». Что это за слова? Никто не знает, даже я. Но сразу запахнут интригой, понимаешь? Гангом и позой лотоса. Слушай, сюжет. Значит, тебя зовут Филипп Дарарат Сингх. Потому что тебе придется синхронно танцевать. А тебя как зовут? Ну, пока никак. Ты меня еще не нашел. Мы же с тобой братья-близнецы. Так вот учти, в детстве ты меня. Потерял. Боже, какое счастье. Не весь сериал Филипп Дарарат ищет своего брата. Она ходит только в конце. Готов подписаться на 100 серий. Прямо что, нет, лучше на 300 серий. А можно, чтобы я тебя вообще не нашел? Нет. В нашем сериале должен быть счастливый финал. Я уже придумал даже без ансцену. В Филипп Дарарат находится его брат. Брат долго едет к нему на слоне по гранатовой роще и поет дуэтом со слоном. И тут Филипп Дарарат от счастья бросается под слона со связкой гранат. Филипп Дарарат, слушай свою печальную историю. В детстве злая служанка поменяла тебя с братом в колыбелях всеми вашими местами. А у нас не было служанки. Слушай, это мыльный сериал, а не биография Киркорова. Итак, злая служанка. Ну а что это она злая была? Ты не доплатил ей 10 рупий. Я? Так я же был младенец. Неважно. Ты тогда был жмот. Зачем столько вопросов? В мыльном сериале нет только ответов. Понимаешь? Нет. Итак, служанка продала твоего брата на мыло. То есть, тьфу, блин, на потеху Радже. Что такое Радже? Не знаю такой потехи. Филипп, ты мне комкаешь всю фантазию. Какая тебе разница, чего, куда, зачем, кто чье мыло продал? Главное, чтобы была интрига и было интересно. Знаешь? Ты будешь долго странствовать в поисках своего брата. И однажды в Бомбэе ты встретишь, знаешь, кого? Мой Дадыра. Ну а зачем? Интрига же и очень интересна. Филипп, в нашем сериале все еще мало страсти. Согласен. Поэтому давай, деточка, вернемся к программе «Утро с Киркоровым». Не вернемся. Мы к программе «Утро с Киркоровым». Я уже и дорогу туда забыл. Я весь в новом проекте. Слушай новый сценарий. Потерять брата – это любой дурак сможет. Но Филипп Дранат был редкий умелец. Запоминай, ты в детстве потерял брата, сестру, дядю, тетю, тестя, тещу, свекры, сноху, заловку, шурина, деверя, свояка, свояченицу, куму, крестного и водяной пистолетик. Так, в каком порядке будем находиться? В обратном. Окей. На тебе, деточка, пистолетик. И не отвлекайся. Когда ты вырос, тебе открыли тайну, что ты временно круглый сирота. И тебя укатили. И ты решил мстить. Кому? За что? Какая разница? В Индии очень много врагов. С кого начнешь? С автора сценария. Можно я тебя замочу? Филипп Дранат, сейчас по сценарию ты получишь письмо, в котором твой брат... А я уже думал, как всегда. Ты не думай, ты роль учи. Итак, твой брат передает тебе привет через... Варвару Красавину из деревни Савина. Слушай, внимательно. Здравствуйте, призма моего солнца, Филипп Борисович. Вот сижу я сейчас, смотрю на вашу фотографию, и терзают меня смутные сомнения. Мы ведь с вами так похожи душой, что случайно такое ни с кем не случалось. Есть тут какая-то заковыка и обеняка. И хочу я приподнять вам подол своей семейной тайны. В детстве у меня был брат. Звали его так редко, что я уже не помню как. И вот однажды в тайге родители его потеряли вместе с корзиной шишек. Конечно, долго плакали. Все-таки новая корзина. И вот сижу я сейчас и грежу. А вдруг он... Это вы. Может, вас волки подобрали и выучили поволчьи выть? Филипп, давайте сейчас сверим родинки. Подойдите к зеркалу и наберите мой номер телефона. Я вам по секрету скажу, где у вас родинка. Если угадала, гордитесь. Высадин. Очень поздравляю. В нашем роду только вас и не хватало. С размаху тычусь носиком в вашу подмышку. Варя. Готовься, Филипп. Сейчас мы с тобой будем петь дуэтом по очереди. Рассказываю. Ты увидел свою пропавшую сестру и запел с ней дуэт. Какую еще сестру? А где брата? Брата ты уже давно нашел и прописал. А сейчас внезапно ты найдешь еще и сестру. Это призовая игра. Я за нее. Слушай, да не хочу я петь с тобой дуэт. Давай лучше я один спою. Ой, мороз, мороз, не морозь меня. Филипп, в Индии это не актуально. Слушай вступление. Стоп! Я не знаю такой песни. Я впервые слышу эту фонограмму. Мне нужно хотя бы слова выучить. Да слова элементарные. Слушай свои слова, пожалуйста. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. А теперь забота. И моего коня.